Сегодня мы пригласили Владимира Бычкова, главу госадминистрации Каменки и Каменского района. Глав госадминистрации говорят, что есть своя отдельная вайбер-группа. Я не думаю, что об этом нужно говорить. Веселые ребята. Давление чувствовали? Они не рассчитывали, что я смогу выиграть. Ко мне приходили родители и говорят, что вы им там рассказываете, у нас скандал дома. Сейчас задам вам вопрос с намеком. У вас выбора нет. Здравствуйте, это «Специальный разговор». С вами я, Виктор Савченко. И каждую неделю мы приглашаем гостей, которые интересны и нам, и вам. Лето, пора отпусков, но мы пока отдыхать не собираемся. Сегодня мы пригласили Владимира Бычкова, главу госадминистрации Каменки и Каменского района. Владимир Владимирович, здравствуйте. Добрый день. С каким настроением пришли? Надеюсь, что с хорошим. Еще не знаете, чем все это закончится. Да, конечно. Я понял, что вы волнуетесь. На самом деле, ничего страшного. Есть иногда. У нас, я думаю, что достаточно интересно всегда. Владимир Владимирович, вот сегодня в Бендерах джазовый фестиваль проходит, да? Когда вы смотрите на тем, какие перемены происходят в других приднестровских городах, Бендеры, может быть, самый яркий пример, потому что там фестиваль каждую неделю. У нас уже три года подряд работает свой фестиваль, летний камертон называется. И на этой площадке выступают наши артисты из района, из районного дома культуры, из домов культуры и клубов сельских, которые есть. Приезжают гости из Тираспора, Бендер, Рыбницы, других городов. Они с удовольствием у нас выступают, и зрительская площадка у нас довольно-таки обширная. Там есть дыхающие санатории, каменчане собираются, человек 400-500 каждое воскресенье утром с 7.30 до 10.00 вечера. Там всегда людно, интересно, и программы очень интересные, люди с удовольствием смотрят. А что новенького вы планируете в ближайшее время? У нас намечено два таких центра досуговых, где мы хотим проводить все наши мероприятия. Это в центре Каменки. Нужно привести в порядок соответствующий Дом культуры, сделать необходимую спортивную зону, чтобы проводить соревнования более масштабно, не просто районного уровня, а республиканского. И стадион, и спортзал необходимо построить, потому что, допустим, если в зимнее время, то нам негде просто проводить соревнования. Что касается лета, еще можно на стадионе кое-что провести, но, к сожалению, многие команды, которые приезжают к нам, за исключением футбольных, в принципе, не могут нормально наши люди организовать соревнования на должном уровне. Есть требования специальные, им нужно соответствовать. Кроме того, значит, кроме спортивной базы, Дома культуры, у нас намечается там в центре благоустройства центральной территории. Буквально недавно мы приватизировали один объект, и нам инвестор обещает построить хорошее детское кафе со всей развлекательной инфраструктурой для детей. Там и городки всякие, и аттракционы, и прочие вещи. Это центр города, и больше мы ориентируемся, что здесь основные мероприятия будут проводиться в осеннее и зимнее время. Что касается летнего времени, конечно, у нас это парк культуры и отдыха. В прошлом году мы ему дали название имени Витгенштейна. Вы знаете, что основатель этого парка, он его, в принципе, и создал, и те остатки, которые остались, это и была роскоша. Они сейчас в каменке еще присутствуют, и есть хорошие планы по возрождению хотя бы части того, что было при Витгенштейне. Мы думаем о том, чтобы восстановить озера, соединить эти озера с специальными такими переходящими ручейками, протоками, для того, чтобы эти протоки соответствующим образом оформить и в камне, в стиле нашем таком каменском, и всякими мостиками, и озеленением вертикальным, различными другими формами, которые возможно выбрать в ландшафтном дизайне. Кроме того, там планируется создать ряд таких мест, где можно будет пофотографироваться, просто посидеть, спрятаться от дождя. Это ротонды. Строим большую игровую детскую площадку, спортивную площадку. Будет много сделано для того, чтобы привести в порядок летнюю эстраду. Планируем создать кафе также, чтобы люди могли там отдохнуть, торговлю развивать. Очень маловажно. Когда-то в Каменке были аттракционы различные, где-то 8 видов. И здесь съезжали со всей округи. Из Украины, из Песчанки, из Молдовы, из Сенатовки, со всего их районов ближайших приходили и проводили здесь время. Было очень весело, интересно. Не знаю, нам удалось восстановить все 8 аттракционов или хотя бы часть из них. Но, по крайней мере, роли дром мы планируем создать. И часть аттракционов для детей таких, скажем, младшего возраста тоже будут созданы. И я думаю, что в парке будет всем интересно. И взрослым, и детям, и спортсменам, и гостям нашим. Отлично. Хорошо, Владимир Владимирович, давайте. Вы сразу о Каменке начали много говорить. Давайте о вас. Часто ли вам говорят, что ваше имя, отчество, на самом деле, всемирно известно? Часто говорят. Шутят? Шутят, да. Конечно, больше это ассоциируется с президентом России. Да. Но, по крайней мере, я знаю других таких своих тезок. Это и Маяковский, и Набоков, и тот же Познер, и других. Поэтому их много. И я все время спрашиваю, кого вы имеете в виду? Смеются, но, в принципе, понятно. Вы уже знаете, что отвечать на самом деле. Если взять одно качество президента России, и в чем бы вам вот в этом одном качестве хотелось бы быть на него похожим? Что бы вы выбрали? Какую черту характера? Целью стременность и способность добиться своей цели. Это мне больше всего импонирает. У нас в этой студии уже были ваши коллеги. Это главы Тирасполя, Бендер, Рыбницы и Дубасар. Мне говорили, что у вас есть негласное соперничество. Кто из глав станет популярнее в результате числа просмотров на Ютубе? Ну, по крайней мере, глава Рыбницы, по-моему, этого не скрывал. У него там почти 2000 просмотров на Ютубе. Он очень этим гордится. Соревновался с Дубасарским главой. В общем, он в лидерах. А вы готовы побороться за первое место? Ну, знаете, у нас главы немножко так по возрасту разделены как бы на две группы. Есть такие немножко постарше, трое человек. Есть те, что помоложе. Конечно, те, что помоложе, амбиции побольше. Может быть, среди них... В интернете чаще. Да. Это ли соперничество и существует. Но, в принципе, как-то я на эту тему даже не задумался, честно скажу. Поэтому мне всегда радуют успехи своих коллег, когда есть чему поучиться, есть что перенять и что использовать все в камере. Вы пользуетесь социальными сетями? В последнее время мало. Как-то раньше был на Фейсбук и в Одноклассниках, но после вот этой... Последней выборной кампании, этой грязи, как-то вот появилось такое неприятие всех этих тем. И редко... Даже уже вышел со всех этих своих аккаунтов и смотрел. У главы госадминистрации говорят, что есть своя отдельная вайбер-группа. Что вы там обсуждаете? Ну, я не думаю, что об этом нужно говорить. Всякие там темы обсуждаем. Но в основном все относительно работы, совещаний, которые проходят, тех тем, которые обсуждаем, оценка тех или иных решений. Поэтому тут ничего такого особенного. Кто там самый активный? Ну, самый активный у нас Олег Анатольевич, Руслан Иванович и... И Слав Анатольевич, глава Радницы. А кто главный юморист из глав? Кто чаще всего шутит? Ну, я думаю, что Руслан Иванович. Ну, там и Олег Анатольевич, да, и Фролов не отстает. Поэтому тут веселые ребята. Чего, как правило, касаются шутки? Всякие разные. Все не вспомнишь сразу. Вы на самом деле между собой в чем-то конкурируете? В чем ваша конкуренция? Да я не думаю, что нам есть смысл конкурировать с чем-то. Разве что, когда делим деньги бюджетные, да и то понятно, что... Каменька у каждого свои возможности. Где-то должна быть какая-то пропорциональность, справедливость. Поэтому то, что мы получаем, в принципе, все это адекватно и справедливо. Может быть, у больших нет. Какая-то здоровая конкуренция, допустим, когда спортивная команда между собой состязалась. Ну, это да. Тут не вопрос. Тут и у нас могут поспорить и похвастаться. Я люблю иногда не упустить возможность, когда мои спортсмены там завоют какие-то места. Обязательно. На селекторном обороне скажу еще где-то. А в чем каменька в спорте круче других? Ну, я думаю, что в легкой атлетике, в метательных видах спорта. У нас там хорошая школа. И они постоянно добиваются хороших результатов. И метание диска, метание ядра, метание копья. Да и что касается бега на короткие дистанции, тоже неплохие результаты показывают. По крайней мере, там, где они соревнуются, привозят и первые, вторые места, и на первые места Молдовы. У нас даже есть участники Олимпийских игр по многим этим видам легкоатлетическим. Поэтому школы хорошие. Когда-то у нас была развита сильно волейбольная секция, но уехали специалисты. Это, скажем, такое движение, пришло на мешковый упадок. Есть ребята, команды в селах, которые соревнуются. В Грушкинах, особенно сильно волейболисты. Но, к сожалению, пока такого уровня достойного нет, чтобы выходить на республику, на другие международные соревнования. Как вы считаете, как определить, справляется глава города со своей работой или нет? Какие критерии? О, я даже не знаю, наверное. Наверное, те вопросы, которые возникают, если их удается решить, значит, справляется. Если не удается, значит, что-то не так. Потому что, в принципе, можно, конечно, сослаться на какие-то объективные сложности и прочие вещи. Но всегда можно при желании найти решение. Если это удается, значит, человек на своем месте. Если нет, то... Как вы считаете, вы справляетесь? Ну, к сожалению, не всегда. По крайней мере, есть такие непредвиденные обстоятельства, которые порой ставят тупик. И сразу, моментально найти решение невозможно. Но со временем все проясняется, находятся возможности, и вопрос решается. Допустим, у нас сейчас с этими дождями, ливнями, очень много людей подтопило, много дорог размыло, много нареканий, много проблем, жалоб, даже угроз, что там пожалуются вышестоящие инстанции. Но приходится как-то людям объяснять, успокаивать и потихоньку все эти вопросы снимать. А угрозы не пугают? Ну, как они могут пугать? Мы же знаем, что у нас руководство адекватное, в принципе, они смогут оценить реальность от каких-то вымыслов и выдумок, поэтому... Сейчас задам вам вопрос с намеком. В одну реку можно войти дважды? Не знаю, если вы имеете в виду время, то вряд ли, а что-то другое... Я имею в виду конкретную ситуацию. Вы смотрите, при президенте Смирнович, вы руководили городом, теперь вы снова руководите, ну, не только городом, теперь уже и целым районом. Вот чем отличается вот то время от этого времени? Знаете, сейчас как бы больше возможностей, несмотря на то, что вроде бы и тогда возможности были, но, по крайней мере, ситуация была очень трудная. Я даже могу просто сравнить ситуацию с теми образования, которая была тогда. Да, мы в основном котельные были все угольные, втопили порой колеса, проблемы были с финансированием, с зарплатами, с многими другими вещами. Питание организовать тоже была проблема, все хоспособы мы заготавливали, вот эти все продукты питания, и поваров нужно было искать, которые такие могли и заготовить, и приготовить, и многие другие вещи. Сейчас, в принципе, вот эти все вопросы сняты. Есть тендерная закупка продукта питания, все котельные переведены на газ, в основном инфраструктура учебных заведений вся приведена в порядок. Есть там, конечно, еще вопросы, которые надо решать, и они будут решаться, но, по крайней мере, вот тех сложностей, которые были тогда, сейчас нет. И даже где-то завидуют директорам школ, которые сейчас работают там, у них намного меньше тех вопросов, которые были, скажем, на меньше времени. Вы все время работали в школе, мы об этом тоже еще поговорим, да. Вас долго уговаривали возглавить район? И говорят, у меня как-то так по жизни получалось, что, в принципе, я никуда не писал заявление. Я окончил университет, получил направление в школу. Встретил меня по дороге директора Каменской школы, я должен был поехать в Рашков, мне нужен историк. Я говорю, я не могу, у меня направление в Рашков. Я решил этот вопрос. Пошел, решил, я стал работать в школе. Потом пришли, пригласили меня в райком партии. Говорят, нам вот такие молодые перспективные товарищи нужны, вступайте в партию. Вступили? Вступил в партию. Потом забрали в райком работать, райком партии. Работал там на различных должностях и так дальше. Практически я никуда сам не обращался. Только чисто формально приходилось писать заявление, потому что так положено было. А всегда меня куда-то приглашали, я как человек команды привык, что-то если надо, то надо. Какое у вас любимое место в Каменке? Ой, конечно, парк. Парк любимое место, берег Днестра, тот микрорайон, где я вырос. К сожалению, сейчас там не живу, потому что так получилось. Но в Каменке очень много красивых мест. Но сейчас, конечно, самое такое желаемое место, где бы хотелось быть побольше, это дом. Дом. Но, к сожалению, пока не всегда получается. Назовите три места в Каменском районе, которые должен посетить любой турист. Вот у вас выбор именно из трех мест. Где он должен посетить? Санаторий, Каменский парк. Ну и, я думаю, что три места этим не ограничатся. Мало, да? Да. И Рашка, и Валядынка, и Хрустовой много очень интересного. Той же самой Грушки и Кузьмине. Есть что посмотреть у нас. Вы следили за выборами президента Украины? Наблюдали за процессом? Так, эпизодически, да. Смотрите, какая там была логика. Ну, все все прекрасно знают. Владимир Зеленки сначала примерил на себя роль президента в сериале. И по сценарию фактически этого сериала простой учитель стал президентом страны. В вашей истории учитель истории стал главой района. Ну, наверное. Как так получилось? Каков этот путь? Вы, конечно, рассказывали уже про работу и в партии, и так далее. Ну, вот карьерный рост от учителя истории до главы. Вы когда были учителем истории, кстати, вы мечтали о каких-то таких выступлениях? Абсолютно не мечтал. Мне тогда хотелось давать очень хорошие уроки. И такое было подспудное желание, чтобы дети тобой восхищались. Восхищались? Ну, не знаю. По крайней мере, некоторые говорили о том, что... И даже сейчас встречают, говорят, что они помнят мои уроки, и им было интересно, когда я преподавал. Как учитель истории, что вы в первую очередь хотели донести до детей? Ну, конечно, понимание исторического процесса. И самое главное, приобщить к истории своей страны. Тогда была большая, огромная страна Советский Союз. Гордость за эту страну. Ну, и гордость за Каменку, за республику. Тогда была Молдова, сейчас Приднестровье. Поэтому мне пришлось преподавать, и уже когда была основана Приднестровье, поэтому пришлось много спорить. Кстати, я работал в молдавской школе, там очень многие родители были настроены националистически, и дети приходили с такими каверзными вопросами. Приходилось отстаивать свою точку зрения, убеждать их. Как вы уже убеждали? Ну, вроде убеждал, соглашались. Ко мне приходили родители, говорят, что вы им там рассказываете? У нас скандал дома. Мы не можем с детьми своими договориться, потому что мы считаем так. То есть дети вашу точку зрения приняли? Да. А они доказывают, что вот так должно быть. Вы были строгим учителем? Не думаю. Меня наоборот многие обвиняли в том, что я слишком такой, не то что покладистый, а как бы многое прощал. А, например, что прощали? Например, знаете, как ученики любят попытаться сорвать урок, начинают заговаривать зубы учителю перед контрольной. Работало это с вами? А в итоге контрольной нет вообще? Нет, такого не было ни разу, конечно. Но если задавали интересные вопросы, мог, конечно, сорваться и уйти от темы урока, и там где-то побеседовать на какую-то другую тему. Я думаю, что это было использовано. Но они и рады. Они рады на самом деле. Вы по натуре физик или лирик? Да, думаю, что быстрее. Что-то среднее такое. И физик, и лирик, да. Да, ну просто существует вечный спор, да, кто на самом деле важнее. Ну, грубо говоря, там математики или гуманитарии. Там кто полезнее, Эйнштейн или Кавка, Шекспир или Илон Маск? Вы на чьей стороне? Кто полезнее? Я думаю, что и то, и другое нужно, потому что, допустим, надо уметь все делать хорошо и грамотно, и со знанием дела. А с другой стороны, если не будет какого-то такого душевного, сердечного отношения к делу, то толку от этого будет тоже мало. Ваше знание истории вам сейчас помогает? Ну, я его не часто применяю, знание истории, потому что больше таких административных дел, скажем, бытовых, связанных там с какими-то межевыми конфликтами, вывозом ТБО, решением каких-то программ по строительству дорог, там, жилья, других объектов. И там, скажем, больших исторических экскурсов не нужно. Там больше нужно разбираться в проектировании, в архитектуре. И в людях. В людях где-то, да. Поэтому, но иногда, для того, чтобы убедить кого-то, исторические примеры помогают. Ну, пример. Можете привести пример? Ну, то же самое, допустим, часто приходится какие-то задачи ставить. Я помню, глава администрации, невозможно решить проблему с мусором. Сельская глава администрация. Да, проблемы с мусором. Законодательство не совсем совершенное, вопросов много, люди недовольны. Подрядчиков нет, которые могли бы этими вопросами заняться. И прочее, прочее. Я говорю, слушайте, элементарные вещи. Во время, после войны, не такие проблемы были. Люди их решили, несмотря ни на что. Пусть там где-то Сталина боялись, еще чего-то там, каких-то репрессий. Но, тем не менее, вопросы были гораздо сложнее, и они решились. И эти решатся. И, в принципе, так оно и получается. Есть, конечно, там недовольные люди, поставались. Но основная масса все поняла правильно и организовалась. И, в принципе, вопрос решается. Вам часто приходится разрешать конфликты между вашими подчиненными? К сожалению, да. У меня администрация молодая, много молодых ребят. Каждый с своими амбициями, своим пониманием вопросов. Где-то, может быть, не до конца знает нормативные базы. Поэтому искры летят часто. Поэтому приходится встречаться, говорить, разбираться. Ну и вырабатывать правильные решения. Вот двое, так сказать, меряются амбициями. Вы их вызываете к себе в кабинет, а дальше вы что делаете? Ну, стараясь сначала разобраться в сути вопроса и выяснить, кто из них все-таки прав. Ссылаясь на 1000 документов, нормативную базу и прочее. Но когда вот не получается это делать, тогда уже могу и прикрикнуть, могу и выговоры объявить. Пока не объявлял, но уже предупреждал, что... Вы ни одного выговора не объявили за два года? Еще нет. Два с половиной. Ни одного выговора? Интересно. Одна из проблем, в том числе и в Каменке, это касается всей нашей республики, это нехватка людей, которые работали бы по рабочим специальностям. Да и, в принципе, нехватка кадров. Как решить эту проблему? Ох, если только по рабочим специальностям. У меня вот, допустим, в администрации за это время, вот пока я работаю, уволилось 9 человек. Вы их увольняли или они уходили? Нет, они сами уходят. Просто они приходят, молодые ребята, налаживают связи, узнают, какие возможности появляются и уходят. Да, зарплата маленькая, поэтому я их где-то понимаю, потому что мужчине содержать семью на 2,5-3 тысячи рублей, конечно, сложновато в наше время. Поэтому самому приходится искать даже вот и экономистов, и юристов, хотя вроде казалось бы их у нас в республике достаточно. Вот в Каменке именно на этих условиях зарплатных, которые у меня есть, сложновато найти людей с хорошим уровнем подготовки, которые могут сразу войти в курс, сделать и решить вопросы. Но что касается других направлений, сейчас мы раздали много земли в районе, просто не хватает специалистов сельского хозяйства. Даже такого среднего и низшего звена не хватает трактористов, не хватает механизаторов, не хватает водителей, не хватает агрономов, которые могут разобраться и в мелиорации, и в защите растений, и в других вопросах, которые крайне необходимы для того, чтобы эффективно работать на земле. Что касается дорожной отрасли, тоже стоит грейдер, нет грейдериста, работаем только одним грейдером в районе, потому что специалисты, которые могут сесть на эту технику, тоже очень сложно найти. И вот таких примеров можно привести буквально по каждому предприятию. Вот там, где зарплата немножко получше, скажем, у связистов, у электриков, у газовиков, там как-то вопросы эти решаются, людей легче привлечь. Там, где с зарплатой сложновато, скажем, как по ЖКХ, в дорожной службе, где зарплата не зависит, скажем, от руководителя, он не может сам ее определить, ее уровень, или от работного времени поставить ее зависимость, поэтому там очень сложно. Сейчас мы думаем над тем, чтобы повысить зарплату, чтобы эти виды работ стали более привлекательными. На какую зарплату, вот сумму, сейчас человек в Каменке пойдет работать с удовольствием? Я не говорю про какие-то заоблачные цифры, а реально. Ну, хотя бы 5 тысяч. То есть это будет считаться нормальной зарплатой для Каменки? Да, ну, не совсем нормально, но, по крайней мере, хоть что-то. А когда дорожный рабочий, который работает с утра до вечера, а порой в авральных ситуациях, и гораздо позже, кстати, вот наш начальник ДОС уже получил несколько предупреждений и штрафов от госнадзора за то, что он выводит их в неурочное время, в выходные дни, потому что случаются такие случаи, которые получают 3,5 тысячи. Много вы наработаете, и появится вы желание работать в таких условиях. Хотя я понимаю, что сейчас при отсутствии работы многие рады и этой работе, но, тем не менее, хороших специалистов привлечь довольно сложно. Ну, вы сами родились и выросли в Каменке, и все время работали либо в самой Каменке, либо, собственно говоря, в районе. Ну, за исключением некоторого периода, когда я учился, служил в армии, и вот во время между армией и учебой там какое-то время работал в Кишиневе, там, дорожной тоже, кстати, в отрасли. Вы никогда не хотели уехать из Каменки? Нет. Что такого притягательного там? Что заставляет оставаться? Я не могу это объяснить, это, наверное, необъяснимо. И вот был во многих местах, может быть, не так много. Мне очень понравился Севастополь. Служил во Львове, тоже очень красивый город. Саратов, такой старинный город, чем-то похожий на Тирасполь. В Тирасполе жил, когда был депутатом Верховного Совета, здесь работал на постоянной основе, хотя бы 4-5 дней нужно было находиться в Тирасполе. Но вот долго не выдерживал. Даже вот был у дочери в Португалии в гостях, красивейшие места, природа шикарная, все хорошо, но через 2 недели я уже заскучал, мне уже тянуло в Каменку, я не мог, уже не мог дождаться, когда просто билеты заранее купили, не могли уже поменять. А есть где-то города, похожие на Каменку? Не встречал. Ничего подобного вообще нет? Встречал. Каменка, она какая-то такая особенная, неповторимая. Не зря ее Витгенштейн выбрал здесь, я пытался. Ну, не то что пытался, но многое сделал для того, чтобы Каменка стала действительно жемчужиной Подоле. И она таковой и была. И я надеюсь, что вот этот статус жемчужины мы сохраним и будем развивать его, поддерживать. Ваша работа депутатом Верховного Совета, что она для вас значила и как это возникло в вашей биографии? Ну, тоже это была командная игра. Нужно было выставить своих кандидатов от партии обновления по нашему району. Я был членом этой партии. И мне было поручено выступить по этому округу. Сложновато было. Против меня работал весь административный ресурс. Главный оппонент был, сын главы госадминистрации, главный врач района. Сам по себе специальность и должность такая, которая очень контактная. Очень много людей узнали. Многим где-то он помог, может быть. Но сложно было конкурировать. С небольшим перевесом я все-таки выиграл. Давление чувствовали? Честно говоря, не очень, потому что они не рассчитывали, что я смогу выиграть эти выборы. Вы оказались темной лошадкой, на самом деле, да? Ничего не ожидал. Да. А сколько там было конкурентов у вас на округе? Трое. Владимир Владимирович, расскажите о вашей семье. Ну, семья обычная. Жена у меня учительница, преподает английский язык. Две дочери, уже взрослые, вышли замуж. Уехали, к сожалению, из Каменки за мужьями. Одна в Португалии, другая в Кишневе живет. Есть внук, недавно родился, три месяца назад. В Португалии или в Кишневе? Нет, в Кишневе. Но, кстати, я хотя бы буду говорить по-русски, потому что муж у нее русский, Бондаренко, фамилия. А вот то, что в Португалии, придется сейчас, наверное, изучать или португальский, английский язык, потому что... Муж португалец? Муж португалец, да. Часто дочки навещают вас, бывают у вас? Ну, та, что в Кишневе почаще, с Португалией там сложновато. Там тоже не просто жить в Португалии, скажем, найти две с половиной тысячи евро, чтобы приехать с семьей туда и обратно, да, не так-то просто. Так что в Португалии не сладкая жизнь? Не совсем. Ну, как и в любой стране, есть свои прелести, есть свои сложности. Вы уже упомянули, что вы в свое время стали членом КПСС, это 1987 год. И в Каменском райкоме партии вы занимались вопросами идеологии. Вы сейчас к основам ленинизма и коммунизма как относитесь? Нормально отношусь. Много там было хороших идей. Если их правильно реализовать, то я думаю, что никто бы от этого ничего не проиграл. По крайней мере, очень многие тезисы из идеологии партии были созвусственны с тезисами из Библии. Поэтому даже так. Хотя там мы и занимались. Я где-то даже курировал какое-то время атеизм, но сам для себя находил эти парадоксы и удивлялся. Вы курировали атеизм? Да, к сожалению. И вы при этом были крещённым? Ну, я даже не знал, что я был крещённым. Я потом такого узнал. Ну, курируя атеизм, вы бывали в церкви? Бывал, конечно. А как вы объясняете, вас люди не обвиняли в этом противоречении? Ну, надо сказать, что тогда и церкви так особенно не было. У нас была только одна церковь по доме всего лишь. И один костёл в Слободорашкове. Позднее уже появился костёл в Рашкове. А так, в принципе, церкви особо-то и не было. А что значит, по долгой службе бывали в церкви тогда? Ну, для того, чтобы знать вопрос, с которым занимаешься, надо ходить просто. Был тогда уполномоченный по правам религии в советское время. Мы с ним общались, и возникали какие-то вопросы. Ходили. Да мне просто интересно было. Даже при том, что я был коммунистом, когда был студентом, у нас была такая интересная практика, называлась музейные и архивные. Мы объездили буквально все города Золотого кольца. Практически основной объект, где изучалась архитектура и многие другие вещи, это храмовое здание. Во многих церквях я бывал, потому что мне с точки зрения такой чисто исторической и архитектурной было интересно побывать в любом храме. Насколько увеличилось число отдыхающих в санатории? Значительно. Сейчас вот благодаря тем изменениям, которые были предприняты после прихода этой новой команды, во-первых, изменилось миграционное законодательство. Упростилось, да. Вадим Николаевич настоял своим указом, чтобы там эти вещи упростились, и у людей уже не возникает столько проблем на границе, при регистрации, при выезде отсюда. И второй момент очень важный, это была девальвация рубля, которая привела где-то к уравниванию рубля и лея. Сейчас там, правда, есть, появилась тоже небольшая разница. И, в принципе, мы стали конкурентно с дравницами в Молдове, которые находились. У нас даже получается дешевле, учитывая то, что качество услуг у нас выше, чем в Молдове, то сюда хлынул поток, и у нас в прошлом году было 8400 отдыхающих. Такого не было очень давно. А если сравнивать, то предыдущие цифры какие были? Допустим, 8400 – это было на 43% больше, чем в 2017 году. А в 2017 году у нас было где-то почти на 70% больше, чем в предыдущем году. Рост просто повальный. Да, расплывальный. И мы сейчас строим новую поликлинику. Я думаю, что это освободит новые места для отдыхающих. Но и самое главное, позволит увеличить количество услуг, которые может представить санаторий. Со мной в части радоновых ванн. Все пострево. Мои журналисты в Каменке сказали, что вы увлекаетесь садоводством. И ваша слабость – это виноград. Как вы пришли к этому? Чисто эмпирическим путем. Конечно, можно пойти купить виноград. Но все-таки, когда вырастешь его сам, совершенно другое. А ваш любимый сорт винограда какой? Ну, каберне. Как правильно его вырастить, если короткая инструкция? Что нужно делать? Да не думаю, что здесь нужна какая-то особая инструкция. Есть общее правило. Я сам не изучал какую-то научную литературу по этому поводу. Просто смотрел, как люди это делают. Сейчас вот проезжаем имплантации Квинта. И смотрю, как они подвязку делают. Высокоштампные вот эти моменты. Другие вещи, да. У меня вот сейчас мой начальник сельхозуправления, тоже когда-то работал в Квинте, хорошо знает эту тематику. Поэтому возникают вопросы, просто спрашивают, как это сделать. И они приходят, дают советы, показывают, как нужно подправлять, если нужно. Ну, получается пока. Хорошо, Владимир Владимирович. У нас завершение рубрика «Блиц». Я вам задаю короткий вопрос, вы коротко отвечаете. Либо я вам предлагаю один из двух вариантов, и вы выбираете что-то одно. Нужно обязательно выбрать что-то одно. Ленин или Петр Первый? Быстрее Петр Первый. Если бы у вас была машина времени, вы в какой исторический период бы отправились? Во все бы хотелось попасть. Ну, что-то одно. Что-то одно? Ну, наверное… С Витгенштейном познакомиться. С Витгенштейном познакомиться, да. Интересно посмотреть и перенять опыт. Витгенштейн или Суворов? Витгенштейн. У вас выбора нет. Депутат Верховного Совета или глава района? Глава района. Секатор или учебник истории? Учебник истории. Кто из исторических личностей для вас пример? Не задумывался, честно говоря. Многих можно взять как пример. Но, честно говоря, учитывая те сложности и возможности, которые были. Косыгин. Косыгин. Назовите три причины, почему Каменка лучше, чем Тирасполь. Ну, я не знаю. Ну, во-первых, потому что я родился в Каменке и там вырос. Это первое. Во-вторых, там просто как-то все спокойнее. И, ну, все свое. И, во-вторых, в-третьих, природа. Природа, да. Такой природы, как в Каменке, в Приднестрове трудно найти. У нас приезжают отдыхающие, и они испытывают такое явление, как отравление кислородом. Не могут привыкнуть. Да, они, это, чем оно выражается, что они где-то первые два-три дня не могут отоспаться. Спят, 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 потому что это такое. Спасибо. Ну, пусть и дальше процветает ваша, а точнее наша, Каменка. У нас в гостях был Владимир Бычков, глава госадминистрации Каменки и Каменского района. Если, кстати, вы еще собираетесь на джазовый фестиваль Бендеры, торопитесь. Время есть, не опоздайте. А те, кто хочет дальше проводить время с нами, сразу после специального разговора сарафан-шоу, тогда не переключайтесь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова